Добрый день, дорогие телезрители! Это программа Кочер Онлайн в студии Алексея Кохтана и Екатерина Иванова. О самых актуальных событиях дня, о том, чем живет Карачаево-Черкесия, сегодня мы поговорим в прямом эфире с гостями нашей студии. К разговору можете присоединиться и вы, позвонив по номеру 8 800 775 03 24. Ну, вы звоните, если что, мы по традиции с коронавируса начнем. Итак, на 19 ноября в Карачаево-Черкесии 87 новых инфицированных COVID-19. Да, на два меньше, чем вчера. Хорошо ли это? Да, это хорошо в любом случае. В любом, да. Но, к сожалению, вот эта вот планка держится. Никак вот она не падает до той отметки, которой мы все-таки когда-то радовались. Но мы очень надеемся, что это стремительное уменьшение. Но все-таки рано или поздно еще... Мы помним отметочку в 10 человек в день. Помним, хорошая была. В 9. Отличная была отметочка. Да, да, да. Ну, конечно, все это влияет на общее количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Карачаево-Черкесии за все время пандемии, которая на сегодняшний день составляет уже 29 164 человека. Просто с каждым днем мы вот семимильными шагами практически приближаемся к отметке 30 тысяч. И 25 253 человека выздоровели, 837 человек скончались от коронавируса. Огромное количество, но, тем не менее, за последние сутки ни одного человека к этой статистике не добавилось. Снова, как вчера? Да. Отлично. Вот это отличная новость. Да, вот эту цифру в какой-то момент я стала запоминать. А то было 8, 9, 10 человек в сутки. Это было ужасно. Да, в какой-то момент я уже стала запоминать цифру предыдущего дня, количество от предыдущего дня, потому что очень не хочется, чтобы она росла, вы знаете, пальцем так скрещенную. Это статистика, да. Да, чтобы на вот этом количестве мы остановились. 737 человек госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационарах. Это на 20 человек, насколько я понимаю, меньше, чем было вчера. Выписали 20 человек. Да, выписали. Ну, может быть, кто-то, конечно, добавился, но, тем не менее, вот это среднее количество 20 человек, оно говорит о какой-то положительной все-таки динамике. Да, вообще шикарно. Но не стоит забывать о том, что большое количество людей все-таки находится в самоизоляции, они лечатся на дому в соответствии с рекомендациями Минздрава России, они находятся под наблюдением врачей. И вот-вот все замечательно. Все в этом году. Не, ну на самом деле отлично. Количество новых заражений не снижается, но при этом количество тяжелых в госпиталях падает, количество смертности застыло, слава тебе Господи. А тут до 10 оно шкалило. Ну вот, уважаемые антипрививочники, вы просили аргументов за вакцинацию. Вот они, аргументы. Вакцинация еще где-то там в районе 50%. А вот уже, несмотря на пик заболеваемости, количество тяжелых за последние два месяца упало на 300 человек. С 1900, если мне не изменяет, в госпиталях до 337 сегодня. Статистика не врет, статистика врать не умеет. Надо только на нее с интересом посмотреть. Кстати, если у кого есть вопросы, мы оперируем открытыми цифрами из инстаграма оперштаба КЧР. Каждый день заглядываем и смотрим, а сколько там. Это во всех социальных сетях, собственно, они эту информацию распространяют. Ну, собственно, на этом я предлагаю, как вы говорите, закрыть коронавирусный гешталь. Да, нам бы его действительно закрыть, но в понедельник мы к нему вернемся. А сейчас давайте к главной теме сегодняшней программы. В Черкесске прошел первый ежегодный онлайн-форум для самозанятых. На нем эксперты в области налогообложения и бизнес-процессов отвечали на самые острые вопросы начинающих предпринимателей. О самозанятых мы уже за этот год так предметно говорили, наверное, раза два-три. И теперь некоторым образом подытожим, посмотрим, как это все идет, массово ли, какие вопросы остались, какие подводные камни уже успели убрать. Ну, интересно же, в конце концов. Итак, давайте посмотрим. Альбина Чечаева, спикер форума в нашей студии и замдиректора центра «Твой мой бизнес». «Твой мой бизнес», «Наш бизнес», вот, пора переименовывать, на самом деле. Практически «я мой бизнес», да? Ну, а куда мы денемся? На самом деле бизнес – это такая взаимопроникающая штука. Кто-то делает, кто-то продает, мы покупаем, соответственно, оцениваем, рублем, так сказать, голосуем. Бизнес – штука взаимопроникающая. Потом налоги, занятость. Это наш бизнес. Да, тем более в условиях коронавируса это стала тема актуальнее, если мы говорим о самозанятых. Добрый день. Ну, мы поздравляем вас с тем, что все-таки форум проходит, форум состоялся, потому что, опять-таки, в условиях пандемии возникает каждый раз очень много вопросов по поводу того, сбудется или не сбудется. Вот вы нас как соберете, а мы как заразимся, но форум онлайн, да? Да, да, именно поэтому было принято решение проводить в онлайн, исходя из ситуации, да, с мандемией в инструкции. Что за форум? Насколько он важен вот в общей картине мира бизнеса, скажем так? Очень важен, потому что на форуме было озвучено об этом, что уже сейчас показатели нацпроекта по самозанятым, которые были установлены к 2024 году, у нас должно было быть 2 миллиона 100 тысяч самозанятых. По республике? В стране. А, в стране. 2 миллиона. Ой, извиняюсь. Ты о нас хорошо думаешь, Катя. Это я уже расширяю. К 2024 году, ну, мы, может, как-то постараемся. В моей голове я завоевываю новые земли. Ты марта завоевываешь. И так же сегодня 3,4 миллиона человек по стране зарегистрировались как самозанятые. Ух ты, пошло. То есть мы на три года и почти в два раза опередили те результаты, те цели, которые уставство при собой встало. Это говорит нам о чем? О том, что это очень востребованная, удачная форма ведения бизнеса. И люди ее выбирают. Интересно. А почему она своевременная? Вот как вам кажется? Из-за пандемии, которая некоторым образом обострила? Или общая экономическая ситуация была такова, что вот упрощение, уменьшение налогообложения, оно вот здесь вот ходило уже? Ну, какой-то должен был произойти шаг на встречу от государства для тех людей, которые, с одной стороны, ну, это такая возможность легализовать свои доходы, с одной стороны. С другой стороны, это легкий старт. Если у тебя нет каких-то больших средств, ты просто еще не определился и хочешь попробовать, то вот, пожалуйста, при этом ты остаешься в легальном поле и можешь пользоваться всеми мерами поддержки. В том числе, я думаю, в первую очередь интересуют всех, это финансовые. Не срастет, а финансовые потери будут минимальны. Да, и твой бизнес стоит недорого. Ты можешь банки получить как самозамятый кредит под бизнес, под другие проценты совершенно, да, там, с другим пакетом документов. И ты уже можешь быть таким маленьким юридическим лицом, по сути. Давайте, я предлагаю, чтобы... Мы заявили, что прошел онлайн. Да, да, да. И чтобы наши телезрители уже имели представление о том, о чем мы говорим сегодня. Вот как такую затравочку введения. Давайте все-таки покажем свеженький сюжет. Ведочек. И уже потом вернемся в нашу студию, чтобы поговорить детально о том, что это было за мероприятие и для чего оно было нужно. Количество самозанятых в России быстро растет. По статистике, на 1 августа таким статусом обладало более 2,5 миллиона человек. И чтобы помочь и уже состоявшимся предпринимателям, и тем, кто только готовится вступить на тропу прозрачного бизнеса, в Черкесске организовали онлайн-форум с возможностью получить ответы на самые актуальные вопросы бизнес-сообщества. Уже сейчас можно сказать, что это большой шаг навстречу для тех людей, которые хотят выйти из тени. Потому что это намного дешевле, чем стать и ПЛО, зарегистрироваться легально самозанятым. И большой шаг для тех, кто хочет начать вести бизнес, но еще не определился, нужно ему это или нет. Самозанятость не ведет за собой каких-то обязательств по предоставлению отчетов, уплате налогов, кроме тех сделок, которые вы совершили. В качестве спикеров выступали действующие предприниматели, представители органов власти и социальных структур, а также бизнес-консультанты. Все они охотно делились опытом и знаниями. Самая главная задача, как только вы начинаете предпринимательскую деятельность, это выход на первые продажи и обеспечение их устойчивого роста. Так вот, наша история сегодня о том, каким образом это осуществить, построить долгосрочные отношения с клиентом, увеличить средний чек, ну и, собственно, организовать успешный процесс продажи и движения людей по воронке. Организаторами онлайн-форума выступают региональный центр «Мой бизнес» и торгово-промышленная палата Карачаева Черкесской Республики при поддержке регионального министерства экономического развития. Итак, возвращаемся в студию. Посмотрели, как это было. Ну, в принципе, по картинке от онлайн-форума, в принципе, я надеюсь, никто не ожидал. Ничего фантастического, он на то и онлайн. Итак, с картинкой понятно, что там было внутри, живое общение. Как проходило? Какие вот, какой самый главный вопрос, которым, собственно, вы вышли к людям, которые заинтересованы были в этом форуме? Мы вышли с вопросом, чего они от нас хотят. Так. Самый важный вопрос. И? Проводили опросы, у нас 300, более 300 участников, было этого «Мой форма» зарегистрировано. Сурово. Конечно, не все подключились. Там есть у кого-то проблемы с пользованием телефоном, мобильными устройствами. Для тех людей, кто не смог онлайн поучаствовать, мы выложим полностью всю трансляцию в YouTube. Было у нас 300, скажем так, регистраций на площадке. И мы проводили опрос, что люди хотят узнать в первую очередь. И постарались свою программу и людей пригласить в соответствии с запросами людей. Давайте вот так вот выделим целевую аудиторию. Все-таки это те люди, которые уже занимаются бизнесом или которые хотят? Присматриваются. Примерно 50 на 50. Вот когда мы говорим о самозанятых, мы нередко здесь говорили о какие сферы они затрагивают. Ну вот какой, например, там средний возраст, профессия, образование? Есть ли вот такой вот средний портрет, средняя температура по больнице среди участников? Или действительно все очень разные и получается такой самозанятый винегрет? Здесь можно будет и одно мнение услышать. У нас есть своя статистика, информация. Лично, что касается меня, вообще нет какого-то среднего портрета. Потому что чем больше я занимаюсь самозанятыми, тем более неожиданные виды, формы это принимают. Люди занимаются очень большим полем, скажем так, деятельности, будучи самозанятыми. И это от домохозяек до каких-то мастеров, писателей, художников, юристов, бухгалтеров. Очень большой круг людей. Ну, в свое время тут репетитор сидел самозанятый. Да, да, да. К английскому, по-моему. Альбин, ну вот тогда к вам, наверное, этот вопрос. Вы для себя какую-то статистику определили, какую-то картину? Ну, если говорить именно о возрастной категории, то приходят, конечно, совершенно разного возраста люди. Это и представители молодежи, там, от по 17 лет до 25. Но в среднем, если говорить о большинстве, то это, наверное, люди старше 30 лет. Которые уже где-то поработали в найме, где-то поработали, может быть, сами на себя. У кого-то там был раньше бизнес, но он развалился. И они хотят попробовать заново. И начинают уже именно с режима самозанятых. А вот тут вот встает такой, мне кажется, очень логичный вопрос. Потому что понятное дело, что есть люди, которые, к сожалению, потеряли свой бизнес. И до коронавируса, ну и во время коронавируса тем более. Потому что условия были для бизнеса в один период, ну, жуткие. Несмотря на все послабления, которые были предоставлены государству. Но, тем не менее, нет ли у них вот этого страха перед началом собственного дела вновь? Или все-таки вот этот режим самозанятости, то, что ты сам... То есть от тебя только зависит то, сколько ты получишь. Тебе ответственность только перед самим собой. И все-таки как-то смягчает этот страх, этот боязнь прошлого опыта. Наверное, многое просто изменилось. И у самих людей, и раз они снова пришли, да, там, после того, как что-то получилось неудачно. Во-первых, сейчас масса примеров позитивных, масса новых инструментов для того, чтобы попробовать. То есть бизнес, который, если вы просто возьмете, там, сделать аналитику запросов поисковых губ, и как начать свое дело, там, выдача, там, 12-го года ответов, там, и 20-го, она будет сильно различаться. Если в 12-м году все прачечные и кофейни открывали, сегодня это ведение блогов, там, создание видеоконтента и многое другое. Это все меняется, и люди, конечно, скажем так, получили доступ к большому количеству информации о том, как вести свое дело. Это как государственные программы, так и частные, их в Ютубе масса. Потому что, учитывая пандемию, мы намного больше времени стали проводить, да, на различных интернет-ресурсах и примеров, как вести бизнес, и живых, настоящих, реальных, их очень много. Люди учатся и решаются, пробуют, но тем более есть государственная поддержка. Живые примеры. Кто был спикерами форума? Кто выступал? Самый известный, самый занятый в нашей республике, это Сланка Гиев, наверное, все равно не знают. Блогер, как раз он у нас в студии тоже был, говорил как раз-таки о самозанятости, он, по-моему, как раз-таки рассказывал. И первый вопрос, я помню, который мы ему задавали, это про налогообложение все-таки. Насколько есть смысл становиться самозанятым? Почему люди все-таки выбирают самозанятость, а вот секундочку себе там не ведут этот блог, никак не регистрируясь, никак не определяясь? А кто еще был из самозанятых? Вот кто еще о чем говорил? Ну, конкретно, прямо о самозанятом, который выступал, у нас была Сланка Гиев. Остальные участники форума, они задавали вопросы, ну, сами люди, являющиеся самозанятыми. Ну, по сюжету вы увидели, что были и представители налоговой, и торгово-промышленной палаты. Да, налоговая, торгово-промышленная палата, представители Управления труда и соус-развития Карачаевского или района. Карачаевск, города. Да, администрация Казахстанского городского округа. Самые такие люди, которые сейчас планируют вообще вопросом, и, скажем так, мы надеемся, что на все вопросы, которые прозвучали в нашем эфире, мы надеемся. Альбина, я думаю, что к вам было много вопросов и не только по теме того, как организовывать бизнес, но и как человеку, который все-таки сам свой бизнес в какой-то момент открыл. Были ли вот действительно такие вопросы, и насколько людям важен вот этот вот визуальный пример того, что действительно бизнес открыть можно, нужно не бояться, и, собственно, если есть поддержка там семьи, более государства, это все возможно. Ну, вопросов на самом деле была масса, самых разных, но в основном спрашивали, интересовались, самым, наверное, актуальным вопросом на сегодняшний день, это вопрос о социальном контракте. Это безвозмездная поддержка государства для развития бизнеса, для открытия нового дела. Давайте вот, чтобы далеко от этого не отходить, что это такое и как это работает? Ну, что это такое? Это социальный контракт заключается между органом социальной защиты и гражданином. Заявления могут подавать малоимущие семьи, относящиеся к малоимущим, либо однокопроживающие граждане, доходы которых не превышают прожиточный минимум. Вот такие, эти категории граждан могут рассчитывать на финансовую поддержку со стороны государства по четырем направлениям. По поиску работы, по ведению личного подсобного хозяйства, по открытию либо индивидуального предпринимательства, либо регистрации самозанятого, либо иные мероприятия, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации у граждан. То есть, как это вот на технике происходит? То есть, кто куда приходит и как это все делается? Граждане обращаются в органы социальной защиты населения, подают документы, то есть, заполняют заявление, и по перечне документов встают необходимые, предоставляют данные о своей семье. Если они удачно проходят отбор, то есть, самым главным критерием является то, что доходы на каждого члена семьи не превышают прожиточный минимум. Как это касается сферы бизнеса? Ну, прежде всего, эта программа направлена на выведение на более высокий уровень жизни населения тех семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. И таким вот рычагом, как бы инструментом является то, что люди могут не просто получить деньги и что-то купить на это, но, как говорится, не получить рыбу, а получить удочку, чтобы можно было в дальнейшем обеспечивать свою семью. А вот насколько вообще сегодня эта тема актуальна, учитывая вот экономическую ситуацию, ну, не только в нашем регионе, но, естественно, и во всей стране? Вот действительно, по этой теме какое количество вопросов было, ну, я имею в виду не в абсолютных цифрах, а вот в общей массе задаваемых вопросов? То есть все равно, когда люди интересуются этим, это говорит о том, что это востребованный момент, это востребованная услуга, востребованная помощь? Ну, в условиях пандемии, после того, как очень многие предприятия развалились, многие индивидуальные предприниматели понесли серьезные убытки, и, конечно, такая вот финансовая поддержка безвозмездная, к тому же, она актуальна, мне кажется, во всех регионах нашей страны. И это, безусловно, очень такая серьезная помощь из стороны государства. А обмен опытом с другими регионами происходит вот по этому направлению? Потому что, чтобы увидеть полную картину, может быть, как это в других районах, регионах? Конечно, статистическая информация имеется, и опытом мы, конечно же, делимся между регионами, между районами. Очень часто мы общаемся, обсуждаем какие-то... Так как программа совершенно новая, вопросов очень много и технических, и там, организационных каких-то моментов. И, конечно, без взаимодействия нам никак не обойтись. Ну, не сочтите меня за такую великую подозрительность, но не является ли это почвой, к сожалению, для мошеннических каких-то дел, когда человек просто хочет поймите лишнюю денежку от государства, не являясь и не входя вот в эту группу людей? Ну, на самом деле, это очень сложно сделать, потому что сотрудники органов соцзащиты проводят и выездные какие-то мероприятия, осмотры. То есть, даже если у человека нет официального дохода, но при этом он приехал на Мерседесе, это как бы наталкивает на определенные вопросы. Вот это, что я имею в виду, да, просто хочется, чтобы все-таки деньги получали из наших налогов, из наших с вами вложений в общие указну, те люди, которые действительно в этом нуждаются, не буду говорить, там, достойны, но нуждаются в этом. Ну, работа ведется всесторонне, и органами соцзащиты принимаются всяческие меры, чтобы не допускать таких моментов. Ну, конечно, возможно, попытки есть. Практические расследования вы там проводите? Приходится, к сожалению, да. Иногда приходится. А вот действительно такие уже факторы были у нас в республике, или пока что как-то удается? Ну, вот, как правило, я, допустим, работаю в Карачайском городском округе весь 2021 год. К счастью, на моем опыте таких случаев нет. Действительно обращаются те люди, которые нуждаются в финансовой поддержке на данный момент. Поэтому не могу сказать, что такие случаи имели место быть в моем опыте. Ну, это на самом деле радует, потому что все-таки это говорит о честности, наверное, людей, как минимум, и о том, что они понимают, насколько это нужная программа для тех людей, которые в этом нуждаются. А вот из каких городов, из каких районов все-таки было больше людей, которые принимали участие, задавали вопросы? В Черкесске, Карачаевске или там из районов? Честно говоря, я даже... Не велась такая статистика, не спрашивали. Я даже, наверное, не знаю. Каждый пользователь авторизуется в зоне, конечно, под своим ником. Имя? Все на этом. Анкетные данные не собирали. Я могу сказать о том, что зарегистрировались жители всех районов республики. Управление труда и с развитием нам любезно передали, скажем так, дали возможность выйти на связь с этими людьми, где-то обзвонили их, и вся республика была представлена у нас на эту форму, поэтому такого большого количества людей с одной территорией мы бы столько не собрали. То есть и по всей республике востребованный обратный вывод можно делать? Конечно. Я даже скажу, перед каждым районом, именно по соцконтракту, стоит определенный план, выраженный в цифрах, который должен район достигнуть до конца года. Вот есть деньги, давайте, люди их возьмут с соблюдением условий договора. А вот есть ли какие-то уже цифры о том с Карачаевского, вот сколько? Хотя бы вот примерно, сколько вот людей заключалось в соцконтракте? Примерно по именно категории индивидуальных предпринимателей и самозанятых, раз мы сегодня об этом говорим, то это порядка до конца этого года, планируется заключить около 60 контрактов. Хорошо. В Карачаевском городском округе? Продолжение темы. Да, коли мы начали говорить о Карачаевске, у нас есть сюжет о людях, которые в Карачаевске заключили социальный контракт. Можно видео? Пожалуйста. Давайте посмотрим, кто это, как это. Интересно же. Зухра Кипкеева молодая мама. Муж у нее работает, но все равно семье бывает необходима поддержка. Пару месяцев назад Зухра обратилась в местный собес, чтобы им помогли с покупкой бытовой техники и мебели. И в учреждении решили пойти навстречу. Но не просто так, а следуя известной житейской мудрости. Дай человеку рыбу, и он будет сыт один день. Дай человеку удочку, и он будет сыт всю жизнь. Девочки помогли мне выбрать категорию, которая мне нужна. То есть они мне помогли трудоустроиться. Помимо того, что я получила соцконтракт, после получения соцконтракта я принесла договор о том, я устроилась на работу по их направлению. И помимо этого договора еще я три месяца буду получать по 10-950. Социальный контракт – это соглашение, которое заключается органами соцзащиты с теми, чей доход по независимым от них причинам не достигает регионального прожиточного минимума. Государство обязуется оказать им помощь, в том числе определенные услуги, денежную выплату или необходимые товары. Получатели же, в свою очередь, должны пройти переобучение, трудоустроиться или развивать собственное дело, то есть встать на ноги. Я, в общем-то, обратился с проблемой, но немного нехватка денег. И мне, значит, не хватало средств, как сказать, обеспечить коммунальные услуги. Живу с племянником, средств не совсем хватает. Ну, было, что я где-то рассчитывался, где-то нет. В последнее время я не смог, то есть набралась большая сумма – 65 тысяч. И вот мне помогли. В отличие от выплаты пособий, цель социального контракта – помочь нуждающимся перейти на самообеспечение. Его главная особенность в том, что выплаты могут использоваться только по целевому назначению. Для подтверждения необходимо предоставить товарные и кассовые чеки, договор купли-продажи, расписки и другие формы отчетности. Основные принципы назначения выплаты государственной социальной помощи – это, первое, добровольность участия, то есть человек сам приходит, заявляет, пишет заявление и этим самым показывает добровольность участия в этой программе. С нашей стороны, индивидуальный подход при назначении, при определении условий этой семьи, чтобы как лучше им попасть в эту программу. Социальный контракт предоставляется по четырем направлениям – поиск работы, индивидуальное предпринимательство, ведение личного подсобного хозяйства или иных мероприятий, направленных на выход из трудной жизненной ситуации. А заявление можно подать в Управление социальной защиты населения по месту жительства или через МФЦ. Вот, в принципе, мы посмотрели в лицо людям, которые берут и выполняют социальные контракты, а теперь давайте ответим на звонок телезрителя. Давно человек висит на проводе, нельзя его обижать. Будьте добры, представьтесь, пожалуйста, и задавайте свой вопрос. Вы в эфире. Татьяна Митрофановна, добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер, гости. У меня вот такой вопрос. Можно ли открыть бизнес или, то есть, как он там называется, мастерскую в многоквартирном доме, в однокомнатной квартире? И что для этого надо вообще? И надо вообще оформлять? Или просто как дома работать, продавать, и никому ничего не должен? Ну, тут тоже такой вопрос. Хотите ли вы работать одна или хотите ли вы собрать команду? Вот, скажите, пожалуйста. Отключилась. Уже отсоединился телезритель? Можем прокомментировать. Ну, давайте. Да, и вообще несколько слов о самозанятых просто вообще. Напомним? Да, конечно, человек может зарегистрироваться и заниматься работой у себя на дому. В принципе, любое. Единственное ограничение, которое вас ожидает, вы должны соблюдать те нормы и требования, которые, скажем так, должны обеспечить безопасность этого процесса на территории многоквартирного дома. Это что касается шумовой загрязненности, пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических норм. То есть, ну, забивать скот у себя в квартире, там... Ну, понятно. Это по санитарным нормам никак нельзя. Да, специально максимально... И не только в квартире, во дворах многоквартирных домов, я напомню, это тоже нельзя делать. Я специально, да, в максимально утрированной форме, но при этом, если вы работаете со швейной машинкой, вы регистрируетесь как самозанятая, вы начинаете шить свой какой-то уникальный фартук или шапочку, выходите на Wildberries и продаете его спокойно там. Это все возможно. Если вам действительно нужна вот такая более подробная, расширенная консультация, вы можете обратиться к нам в центр «Мой бизнес» Карачао-Черкесии, наш телефон 220527, код города Черкеска, либо написать в наш инстаграм-аккаунт «Мой бизнес КЧР». Мы проконсультируем вас по вопросам, касающимся конкретно вашей деятельности, потому что так достаточно сложно ответить, не понимая суть. Ну да, мастерская может быть разная, может быть багетная какая-то мастерская. Да, вы нам расскажете, что вы собираетесь делать, и мы вам поясним, что вы можете делать в своей мастерской, а что нет. Но это что касается, например, если она сама занимается, но если вдруг она, наша телезрительница, хотела бы с кем-то этим заниматься, это уже другие немножечко условия по созданию виска. И смотрите, тут интересная, может быть, ситуация, как бы если эти люди у вас в найме, то, конечно, вы уже должны оформить ИП. Но это, в принципе, естественный процесс, если вы дошли до того, что вы уже можете людей нанимать, что вы не справляетесь с тем объемом заказов, которые у вас есть, то логично было бы уже работать как индивидуальный предприниматель и получить, скажем так, все плюсы, которые есть и в этой форме. Она не, скажем так, не такая негативная, как может показаться в стране самозанятым. Если же вы просто коллективно снимаете помещение или коллективно занимаетесь, пользуетесь оборудованием, арендовали машинку, и каждая шьет в ней подням недели, то каждая может быть самозанятой, просто ваш продукт не должен быть, скажем так, конвейерной обработки по очереди вами всеми. Если каждый из вас делает одну только операцию или там от начала до конца перерабатывает этот продукт, не вступая в какие-то отношения в рамках рабочего процесса с другой самозанятой, то это, скажем так, продукция самозанятого или услуга полностью. То есть, если кратко отвечать, то да, можно у себя в квартире мини-мастерскую такую открыть, а подробности уже нужно тогда консультироваться и все это индивидуально решать. По телефону такие вопросы, и, скажем так, исходя из ответа моего, принимать решение открывать бизнес точно не стоит, нужно... Прийти и побеседовать. Да, прийти и побеседовать. Ну, кстати, мне кажется, что вот если говорить про Альбинин опыт, то с этого все практически и начиналось, что не мастерская, но такой мини-кондитерский цех был открыт дома. Да, у нас с кухни нашей так и начиналось, да, с маленькой печечки. То есть, получается, особенно если мы говорим о самозанятых, то здесь самое главное – это желание и вот этот вот первый шаг для того, чтобы начать что-то делать. Правильно ли я поняла? Государство всеми силами, вот силами управления труда и соцразвития, там, центров, мой бизнес толкает людей к этому шагу. И почему самозанятые – это те, кого мы рекомендуем? Я уверен, управление труда активно рекомендует эту форму. Если вы что-то забыли сделать, самозанятые вас не накажут так больно, как ИП. Потому что самозанятые несет ответственность только в рамках тех операций, которые он зарегистрировал в приложении «Мой налог». Вы сделали продажу, сделали кассовый чек, все. На этом ваши обязательства. Через месяц нужно будет оплатить налог на сумму, которое приложение само вам напомнит, о том, что такая-то сумма купать у вас накопилась. Не нужно следить за тем, что внесли вы страховые износы, сдали отчет в пенсионный фонд, подали ли декларацию, уплатили ли УСН в конце года. Все эти требования самозанятые исполнять не должны, поэтому это очень удобно. Голова не болит? Это удобно. Человек просто работает. Ну и плюс человек экономит на расходах, допустим, если у него нет собственной бухгалтерии, у ИП, он должен отдать эти услуги на аутсорсинг. В случае с самозанятыми такой проблемы не возникает, потому что все делается через приложение. Вы сам себе бухгалтер, окружщик и рабочий в одном лице. Тем более сейчас даже практически, наверное, во всех банковских приложениях существует огромное количество бесплатных помощников, насколько я знаю, для того, чтобы и управлять собственным бизнесом. И как-то даже если вы вдруг не разбивараетесь вот в этой вот бухгалтерской всей волоките, да, а все равно так или иначе даже у самозанятого. Это я со своей, знаете, абсолютно... Непредпринимательской колокольни. Абсолютно, да, непредпринимательской колокольни. Дождемся дня бухгалтера, пригласим их в студию, поговорим. Обязательно, да. Только вы меня заранее предупредите, чтобы я подготовилась. Но если вдруг вы не разбираетесь, да, как я в этом во всем, то я хочу сказать, что есть более продвинутые сервисы. Это вот центр мой бизнес. Мы не заинтересованы как банк по получению прибыли от обслуживания у вас. А, то есть это бесплатно. Да, мы консультируем по всем вопросам. И даже вот по соцконтрактам, по которым работает управление труда и соцразвития. Мы порядка 30 бизнес-планов написали только пару месяцев. Мы включились в этот процесс не так давно. Мы полноценно консультируем по вопросам написания бизнес-планов, в том числе и для управления труда. И дальнейшей реализации проекта. Все это абсолютно бесплатно. Позвонить нам, спросить, прийти. Расскажем, покажем, объясним. На месте также можем зарегистрировать в приложении мой налог, провести регистрацию в качестве самозанятого. Ну вот у вас кто-то спросит, знаете, такой еще подозрительный, как и я сегодня, видимо. Для чего это нужно государству? Почему государство это поддерживает? Это нет ли здесь каких-то подводных камней, что сейчас вот дать вот эти вот легкие относительно условия, чтобы потом самозанятых было больше и потом с них еще и побольше. Страшно далека даже бухгалтерия. Государство уже предварительно эту подозрительность сняло со всех. Есть ответ на этот вопрос. До 2029 года все, что мы сейчас рассказали о самозанятых, не будет меняться. То есть государство, этот налоговый режим, он у нас еще не внесен в налоговый кодекс. Он все еще действует в рамках эксперимента, ну в масштабах страны. Указан президент и главный. Ключевые ставки налога, порядок регистрации, порядок формирования отчетности, уплаты. Это все не будет меняться до 2029 года. Я думаю, за это время вы сможете распробовать все, скажем так, стороны этого режима. Но я думаю, что как раз-таки к представителю налоговой было тоже очень много вопросов на форуме. Да, да. Кстати, один вопрос был неотвечен. Я, если можно, воспользуюсь. Да, да, да. Вот давайте мы отвечем, потому что наверняка тот вопрос, который неотвечен, тоже является важным. Сто процентов. И я думаю, такая большая доля людей у нас присутствует, которым этот вопрос был бы актуален. Был вопрос о том, могут ли жители иностранных государств зарегистрироваться в качестве самозанятого в РФ. Для того, чтобы официально вести предпринимательскую деятельность. А в Азии что угодно. Да, у нас очень много студентов учатся, которые потом остаются, но не являются гражданами. К примеру. Ну и тут хорошая новость для всех жителей стран Евразийского экономического союза. Это у нас Беларусь, Армения и Кыргызстан. Еще пара стран, не вспомню, просто уже на память. Просто нужно прогуглить Евразийский экономический союз. Если вы житель одной из этих стран, вы можете встать на учет, как самозанятый в РФ. Замечательно. Для других стран такой возможности к сожалению. Пока нет, пока нет. Да, ну еще на один неотвеченный вопрос. Катя, ты спрашивала, зачем это нужно государству? Налоги. Да, на самом деле это лимонизация. Потому что огромный серый кусок бизнеса. Сколько наше государство говорит, выходите из тени? Лет 20? Ну вот, для того, чтобы сопоставить даже, количество субъектов МСП у нас в регионе из года в год, там последние 10 лет, это около 10 тысяч, 10-12 тысяч, 10-12 тысяч колеблется. При этом самозанятых у нас всего за год стало 3,5 тысячи. И каждый свой процентик в бюджету платит, я извиняюсь, этих денег можно в городок небольшой построить. С садиками, школами, в масштабах страны-то. Вот видите, поэтому у себя в голове я уже расширяю нашу республику до миллионов. В наш республиканский бюджет за последний год поступило уже 8 миллионов рублей я ценозанятых. Я прокомментирую этот момент тоже со своей стороны. К нам обращаются такие граждане, которые приходят с запросом заключить социальный контракт, получить финансовую поддержку, но при этом они говорят, ну мы уже этим занимаемся давно, просто вот теперь мы будем это делать официально. То есть они хотели давно обновить оборудование, но все вот никак у них не получалось. Ну теперь мы вот зарегистрируемся тогда и будем работать официально. И получим вот такую поддержку. Есть и такие моменты. В принципе не помню, но по-моему ведь и налог на доходы физических лиц и самозанятых, по-моему это ведь региональные налоги, я сейчас не соображу. Ну самозанятые точно. Они в регионе остаются. Да, самозанятые регионы. Это к вопросу, что злая Москва все заберет, эти налоги злая Москва не заберет. Они останутся в Карачаево-Черкесии, уважаемые друзья. Все верно. Да, и это очень хорошо. Знаете, вы очень важный момент подчеркнули, что люди сами приходят и признают, да, мы были в тени и сейчас хотим из нее выйти. Насколько много таких людей? Вот хотела я задать этот вопрос. Один, два или тенденции. Но давайте прежде чем мы об этом поговорим, все-таки ответим на звонок, чтобы не заставлять нашего телезрителя ждать. Добрый день, вы в студии. Представьтесь и задавайте свой вопрос, пожалуйста. Алло. Да-да. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, можете задать вопрос. Добрый вечер. Я вот сегодня смотрю вот вашу передачу. Так-так. Заинтересовалась. Я хотела, у меня такой вопрос. А вот если я хочу стать самозанятой, ну, открыть, у меня есть план. Это куда обращаться в Черкесске? Вы проживаете в Черкесске, правильно? Материально. Да-да. Напишу все это, да, обращаться. Все, спасибо, вопрос понятен. Сейчас как раз-таки ответим. Ну, сначала, наверное, имеет смысл в центр мой бизнес. Да, приходите к нам. В центр мой бизнес мы находимся на улице Лейна, 53. Это где центральный офис Сбербанка, так называемый, находится. Мы на втором этаже. Мимо нашей вывески, наверное, пройти сложно. Подходите к секретарю, вас там направляют. Может быть, даже прямо лично ко мне, если вы скажете, что вы по звонку с прямого эфира, я вас встречу, все расскажу, покажу, как. Когда вам удобно, да. То есть считайте от нас. В понедельник ждем вас гости. Да, и там уже раскинете, какие бумаги, куда идти, там, с паспортом куда идти. С большим удовольствием, на самом деле, мы очень боремся за каждого человека, который к нам приходит, и стараемся помочь всеми возможными мерами. Еще раз напомним телефончик, 22-05-27. Забыли адрес, не успели записать, 22-05-27, звоните, помогут. А если кто-то, например, из наших телезрителей, который тоже хотел бы стать самозанятым, проживает в другом районе, можно ли в других районах получить такую консультацию? Я уверен, что уже сейчас управление труда консультирует по вопросам самозанятости не хуже, чем мы, может даже лучше, особенно в области соцконтракта. Можно обратиться либо в управление труда и соцразвития, также можно снова обратиться к нам удаленно, там, по телефону или в инстаграм, написав. Мы периодически выезжаем в районы, сейчас эти выезды у нас из-за пандемии как бы приостановились, но когда эпидемиологическая обстановка станет более приятной, мы в это все верим, мы их возобновим, и раз в месяц в каждом районе мы обязательно будем. Тем не менее, готовы там в каких-то экстренных случаях мы и выехать, если человек нужна помощь. Кстати, вот у нас всего два звонка пока было, но тем не менее радует, что вот дамы в бизнес идут смело. А их большинство, наверное. Да, интересно. Альбина, вот вы наблюдаете такую тенденцию, все-таки как представитель тоже слабого, как говорят. Это вопрос, он сейчас, да, остро стоит. Ну да, да, да. Я вот всегда, например, борюсь за женщин в бизнесе. Мне кажется, что это очень важно и актуально. А, как ты за них не переживай. Ты помнишь, у нас были вот пару раз женщины в бизнесе? Да, да. У нас в программе говорила, что за них переживать не надо, они сами кого угодно заборют. Женщины в бизнесе, они серьезные, они не дадут себя. Вот среди самозанятых, я так понимаю, очень много женщин, хотя бы потому, что вот как раз-таки, как сказал Ренат, и женщины, которые занимаются домом, семьей, они тоже хотят развиваться и зарабатывать. Ну, практически в каждой семье женщины что-то делают, помимо своих там домашних хлопот. Кто-то шьет, кто-то печет. Швейная машинка, оверлок там где-то стоят. Да, да, да. Часа своего. И очень часто к нам обращаются, чтобы стать самозанятыми, именно женщины, которые уже освобождены от маленьких цитей. Я такими штампами говорю, но тем не менее, наверное, актуально, да? Ну, да, да. И, да, это на самом деле очень актуальный вопрос. А что они просят? Помочь с оформлением документов, план составить. То есть есть кто-то, кто приходит уже с готовыми идеями, им только сказать молодцы, в добрый путь, а кого-то вообще с ноля приходит. Большинство приходят с готовыми идеями. На самом деле есть небольшая проблема с написанием бизнес-планов. Но я думаю, что центр мой бизнес… Ну, оформление документов там, да? Оформление документов, там не самый сложный процесс. Что касается бизнес-планов, здесь очень много вопросов. Потому что домохозяйки или люди, которые не связаны были ранее с бизнесом, конечно, им немного сложновато. Не занимались этим раньше. Да, они понимают общую картину, но не знают, как это представить в виде такой вот информации на бумаге. Мы очень часто говорим, что сейчас бизнес помолодел, и самозанятые наверняка тоже все это показывают. Потому что еще со школьной скамьи практически уже вот такие растут бизнесмены. Да. Самые настоящие. Насколько действительно много молодежи среди тех, кто хочет уже заниматься своим делом, будучи студентом? Больше всех вообще хочет заниматься на сегодня в нашем обществе, как республиканском, так и государственном. Больше всего бизнесом хочет заниматься молодежь. У нас весь бизнес очень сильно помолодел, там какие-то головокружительные истории успеха. И вот как раз очень, скажем так, на руку центру мой бизнес опять ваш вопрос. Уже в декабре у нас стартует программа для детей, для подростков в возрасте от 14 до 17 лет. То есть для старшеклассников. Да, но месяц остался, по сути. Да, будет кейс-чемпионат проводиться по решению бизнес-задач, образовательный блок. Почему старшеклассников конкретно вот чему учить? Им же чуть-чуть вроде еще по закону и можно уже заниматься бизнесом. Нет, еще нет. С 18? Да, с 18, но мы, эта программа направлена на то, чтобы к 18 годам они уже были вооружены определенными знаниями экономическими, финансовыми. Потому что финансовая грамотность это такое ключевое знание сегодня. Это вплоть до того, как обезопосят кибермошенников, как не потерять свои средства с карт. Это очень актуальная тема. И как стать бизнесменом, потому что сегодня дети демонстрируют намного более гибкий ум. Вот еще в прошлом году, кстати, опять же говоря о Карачаевске, дети, когда мы приходили к ним с подобной программой, нас очень удивили. Были девятиклассники, которые писали сайты, рисовали мультики и делали это дистанционно для достаточно серьезных проектов. И за адекватные... Они делали это уже платно, уже тогда. Поэтому мы... Мы не будем налогами об этом говорить. Ну да, например, кейс одного из художников игры Warcraft, который в девятом классе рисовал танки и зарабатывал уже первые десятки тысяч долларов. И сейчас является одним из самых таких хороших предпринимателей в Кремниевой долине. То есть это говорит о многом. Это вот опыт российского школьника. И почему, например, республиканские школьники не могут этого делать. Тем более, давайте мы можем как бы признаться, что сейчас одни из самых много зарабатывающих каналов на Ютьюбе, это детские каналы. И на самом деле они-то по сути являются самозанятыми и предпринимателями. Просто бизнес оформлен на родителей. Ну, как девочки из Краснодарского края, там на родителей. Да, да. Золотая кнопка на Ютьюбе, там все прекрасно. Да, то есть этот опыт тоже вот перед всеми нами. Ну, да, это вот вопрос мышления. Чем раньше человек начнет мыслить такими категориями, тем проще ему будет потом зарабатывать деньги, вообще жить. Не обижаться, что жизнь как-то... Да, ну, на самом деле, то, что может быть, тот опыт предыдущих поколений был учтен. И сегодня старается государство дать людям такие возможности. Так, ну, по вопросам, какие еще были основные моменты, которые интересовали участников форума? Как продвигать свой бренд? Это потому что, если мы говорим о том, что это... Это хороший вопрос. То, что мы делаем сами, да, это обычно какой-то эксклюзив, хендмейт. Да. Да, там, или это очень ограниченная партия. То есть, соответственно... А чаще всего вообще эксклюзив. Да, эксклюзив, поэтому очень важно... Это такой плюс жирный, да, для всех самозанятых, что они свою позицию могут так позиционировать. И, конечно, они все поголовно практически продают свою продукцию в соцсетях. Мы сегодня знаем, что человек любит глазами, да, там, не только мужчина, а вообще все. И от качества контента, который вы размещаете, конечно, формируется воронка ваших продаж. Чем более красивое, четкое и понятное ваше рекламное, да, рекламное ваше предложение... Не обязательно тортом, это не... Да, то есть, не обязательно на своей личной странице, где вы детей выкладываете, там, походы в магазин, и тут же продавать свою продукцию. Ну, есть такие типичные ошибки, которые люди совершают, и об этом тоже говорилось. Здесь был целый блог, посвященный СММ, один из самых таких сжатых и интенсивных. Мы его еще разместим на Ютубе, всем советую посмотреть. Это очень полезная информация для тех людей, кто ведет свой бизнес в Инстаграм. Да, и вообще сегодня все-таки социальные сети, они занимают не только роль какого-то локомотива, да, в продвижении человека, да, но и в продвижении личности как бренда. Да, в Инстаграм туда очень плотно ушел. Сейчас даже не продавая ничего, можно стать самим этим брендом. Да. Вот, поэтому все очень просто. Продать себя, Лизаветов. А вот действительно, мне очень понравилась фраза, да, о том, что все-таки вот эта вот преемственность поколений, да, она существует у нас в Республике, тем более. Но я, как человек, который все-таки вот у нас тут много гостей проходит через нашу студию, я понимаю, что для бизнеса, который уже ведется там 20, 25 лет, 30 лет, очень сложно перейти в другое, да, направление. И иногда эти бизнесы, спустя десятки лет цветения, да, рушатся только потому, что они вот эти вот правила игры не принимают. Забронзовели чуть-чуть. Да, вот среди, например, участников форума или вообще вот в вашем опыте есть такие мастандонты бизнеса, которые все-таки тоже приходят и говорят, все, признаю. Как там Инстаграм ваш открывается, работает? Обычно такие люди, конечно, так не говорят никогда, даже если на самом деле мы чувствуем, мы по глазам видим, что проблема есть, но так они не говорят. Ну и в принципе это не заявляется нашей задачей, услышать их признание в том, что им нужна наша помощь, некуда деваться. Но точно могу сказать, что сейчас, спустя вот там два года такой работы, мы видим, что бизнес обратил внимание на деятельность государства в этой сфере. Не обязательно, что это связано с рекламой, Инстаграмом, теми какими-то программами, которые у нас есть, но начали присматриваться и приходят, черпают где-то вдохновение. Ну и самое главное, что мы больше выступаем, наверное, не как наставники или менторы для крутого бизнесмена. Как проводники, наверное, больше. Мы больше, наверное, даже как площадка, которая познакомит вас с другим, таким же хорошим бизнесменом в другой отрасли. И на стыке интересов они… Ну, нетворкинг, это сейчас самый, наверное, ценный ресурс. И когда мы собираем большое количество таких профессионалов в своем деле на площадке, ставим какую-то задачу, мы их оставляем, мы уже не погружаемся. Просто вот открываем наш конференциал. Что они там делают, о чем говорят, мы не знаем, но то, скажем так, что они приходят из раза в раз, продолжают общаться, у них появляются совместные продукты, значит, им это важно, так как их время очень дорогое. Вот тут вот у меня, наверное, вопрос к Альбине, уже не как представитель управления соцзащиты, а уже как к бизнесмену. Вот насколько действительно вот это взаимодействие бизнесов важно для любого вида деятельности? Безусловно, это очень важно. Я даже могу сказать, что посещая какие-то оффлайн-форумы, я прежде всего ищу там, ну, конечно же, новые знания, но также очень для меня важно, ну, как и для каждого участника, я думаю, пообщаться с участниками форума. То есть это не обязательно даже люди из вашей сферы, то есть это не обязательно там бандитеры? Да, не обязательно, потому что общаясь с новыми людьми, человек набирается новых знаний, нового опыта. А как вы продвигаете бренд? Вот о чем мы говорили. Да. У всех может быть куча идей. Ну, Альбине очень просто продвигать свой бренд, она может просто зайти вот так. И угостить людей. Да, и все, и все, и все, они все расслабились, открылись, все выложили. Именно поэтому в банках конфетки. Вот, к сожалению, у нас не очень много времени остается, но просто почему важен этот момент, и почему хочется все-таки заострить на нем внимание, действительно ли вот общение вот таких вот бизнесов на таких площадках, на других площадках, оно открывает не то, что глаза на новые возможности, а глаза на новые способы работы. Вот этот вот свежий взгляд, он насколько сегодня важен для бизнесмена, вот эта уникальность. Безусловно. Одна встреча, один разговор может, мне кажется, изменить жизнь человека. На самом деле. Просто ты что-то делаешь, бьешься с каким-то вопросом, и не можешь, и тут ты узнаешь, что кто-то походя его решил вот так. Можно так было, да, на самом деле. И когда это говорят тебе не на лекции, а когда это сказал человек, который это сделал, ты понимаешь, что, да, оказывается, вот можно было вот так. Это очень важно. Люди ищут такие встречи. Знаете, вот мы сейчас очень часто слышим фразу «нативная реклама», а вот это вот про нативное вдохновение, то, что ты не ожидаешь, а оно вот, и может быть ты поймешь о том, что это было то самое вдохновение чуть позже, но потом в реализации уже поймешь, где вот этот вот челчок произошел. Спасибо. Это мы к тому, что бизнес – творческая работа. Да, да. Вдохновение, все дела. Почему нет, да? Абсолютно. Спасибо вам большое, что вы сегодня пришли к нам в студию. Я думаю, что как минимум мы хотя бы обозначили то место, куда идти, обозначили то, что это важно, обозначили то, что это поддерживается государством. Да, и поэтому спасибо вам. Спасибо, Иван. Не запомнил телефончик, еще раз, 220527. Звоните, вам подскажут. Ну, а нам на эфир уже можно будет позвонить в понедельник, в 5 часов вечера, как раз-таки до этого дня мы с вами прощаемся. Хороших вам выходных, занимайтесь творчеством, отдыхайте, ну и не забывайте о своем здоровье. И не кашляйте. Хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова